Густые леса и полноводные реки. Просторные луга и кристальные озера. Многообразный животный и растительный мир. Уникальное историческое и культурное наследие. Всё это – Земля наша. А это – главное богатство Земли нашей. Её люди. Субтитры создавал DimaTorzok Ремесленника из Будо-Кошелёва Сергея Соквинкова. Секретами своего мастерства с нами поделится руководитель образцового ансамбля танца «Миловица» Людмила Кабаева. Оригами, пирография и моделизм – вот лишь некоторые из увлечений уроженца Будо-Кошелёва Сергея Соквинкова, которые легли в основу его ремесленной деятельности. После окончания школы наш герой отучился на каменщика, но так получилось, что себя он нашёл именно в творчестве. Кстати, одним из первых его увлечений стала пирография. Ещё в детстве он не раз наблюдал за отцом и братом, которые выжигали на листах фанеры. В детстве, да, я ещё помню, у нас ещё были такие старые выжигательные аппараты, «Гном» назывались, вот, и я периодически занимался, и брат мой занимался, и я занимался. Конечно, периодически и пальцы палил, вот, по незнанию интересно было. Потом брат вот начал немножко вот эти журналы «Левша», они тоже очень старые. Модели, очень часто модели всякие, машины, вот, и, конечно, приходилось не так не вырезать, а под копирку это всё делать, и вот, изготавливали. Отец, вот, да, ну, единственное, что вот отца только картина. Я не видел, как он сам выжигает, видел, как только брат выжигает, вот, и эти модели изготавливает. Затем к увлечению пирографией добавились оригами и моделизм, и сегодня в доме у нашего героя множество работ, изготовленных в таких техниках. В том числе павлины и вазы с цветами, миниатюрные модели военной техники, автомобили. По словам Сергея, за то время, пока он увлекается оригами, изготовлено более 80 тысяч модулей. Отличие модульного оригами от классического в том, что каждый отдельный листок складывается в модуль, а затем вкладывается друг в друга. Так и получаются объемные фигурки, животных, птиц и другие поделки. Надо отметить, что такое творчество довольно трудоемкое и требует особой усидчивости мастера. Первая работа это было в школе, тогда еще в гимназии у нас работал педагог дополнительного образования, как раз вот преподавал это модульно-регами. И вот мне как-то директор попросил, а вот у нас никогда такого не было, попросили пожарную машину сделать. Вот, а получается у меня как бы не схема, я обычно все по схемам делаю, а так ни схема у меня получается, ни схем, ничего такого не было. И пришлось это в голове как-то самому все придумывать. И там, по-моему, ушло у меня где-то 5 тысяч или 6 тысяч модулей. Точно я не скажу, но это как бы приходилось самому все делать. Сергей Соквинков также очень много времени посвящал изучению микропроцессорной техники. Как результат создание самодельного лазерного станка с числовым программным управлением. Кстати, основные функции такого прибора – выжигание портретов и рисунков на фанере и бумаге. Задается программа на компьютере, вот, и он уже потом, судя по этим, по цифрам еще высчитывается, расставляет тени, оттенки выжигают. Может, есть, конечно, у меня очень слабенький лазер, вот, есть посильнее лазер, они уже и вырезают, все это, конечно, более четко, более тонко они делают. Программу ему задаешь, и, как бы, еще плюс я могу еще каким-то своим делом заниматься. Ну, вот, это очень удобно. Конечно, сейчас не очень мне большие объемы. Делал я его из двух дивидеромов приводов, вот. Единственное, что здесь только заводской – это лазер. А, лазер и сами, так сказать, мозги. Могу выжигать это портреты. Это максимум. Пока максимум у меня очень слабенький, вот, максимум. Только гравировка, либо поверхностная гравировка. Можно, да, настроить мощность лазера, что он будет на бумаге. Не вырезать ее бумагу, а можно даже небольшой рисунок наносить. Всего на изготовление портретов лазером на фанере формата А4 уходит около 11 часов, а вот такие маленькие прорисовываются за два часа. В мечтах Сергея – собрать прибор с более мощным лазером. И вот тогда можно будет заняться изготовлением детских деревянных игрушек. Свой талант наш герой проявил и в резьбе по дереву. Из-под рук мастера выходят вот такие замечательные шкатулки, ключницы, рамки и тарелки. Такое направление, ну, то же самое относится к резьбе, но вот такие вот изготовления, таких вот декоративных тарелочек. Смотрю, тоже не знаю, как у нас в Беларуси, как бы, вот смотрю, в России они очень популярные. Самое большое полностью с обработкой где-то день уходит на одну тарелку. Как бы, я думаю, это и сто можно, как бы, за год сделать. Но, пожалуй, одни из запоминающихся подарков, которые Сергей Соквинков делал своим друзьям и знакомым, это интерьерные стеклянные предметы с гравировкой. Ведь гравировка – это способ не только подчеркнуть свою индивидуальность, но и выгодно преобразить обычные вещи. Например, бокал или графин, зеркало. Кстати, это практически ювелирная работа. Один неверный шаг, и у мастера в руке могут остаться лишь осколки стекла. Гравировка бормашиной. Вот первая моя работа на бутылке, я, конечно, попробовал. Вот с оттенками совсем очень хорошо работает. Стекло темное. Вот обычно, если такое стекло, то приходится здесь желательно подтемнять все. А здесь сразу стекло. Стекло темное, уже ничего не нужно не подтемнять, ничего. Единственное, да, когда переносил я рисунок, копирка, обычно копиркой переношу. Вот. Единственное, нужно как-то вот эти все контуры проделать. Обычной зубной пастой наносишь, вот, и получается потом уже бормашинкой гравируется контуры, тени и все остальное. Свои работы Сергей Соквинков представлял пока только на районных выставках и рекламу своей продукции еще не делал. Но местное население Будо Кошелева знает Сергея не только как ремесленника, но и как пономаря местной церкви в честь Николая Чудотворца. Наш герой говорит, что дорога к храму у каждого своя. Сюда он пришел четыре года назад, как обычный прихожанин, затем стал звонарем и вскоре пономарем. Я церковь на Славянском считаю, хотя чтение мне тоже как-то особо никто не учил. Я чисто случайно наткнулся на московскую школу Ильи Дроздихина. Вот он, получается, изготовляет колокола и одновременно обучает этому звунарному искусству. Я посмотрел его видеоуроки. А там, получается, можно приезжать туда и можно онлайн этот учиться. Вот теория, получается, там фильм. Я посмотрел теорию, а уже практику снимал, как я звоню здесь на колокольне, отправлял им видео. И вот потом они в дальнейшем прислали диплом мне. Самое главное, говорит Сергей Соквинков, что радость и удовольствие он получает от всего, чем занимается. Ведь прежде, чем стать звонарем, ему поддалась и игра на гитаре, которую он также освоил самостоятельно. Неспроста говорят, что если человек к чему-то очень стремится, то он этого обязательно добьется. Звоню перед началом и в конце службы, в колокола. Вот уже звонарю у меня как два года здесь, но дипломированы только, наверное, годики или полгода. Вот сейчас, наверное, продемонстрирую самый простой звон, который допускается. Звонар с этим звоном допускается к звону. Раз, два, три. Трудолюбие, неиссякаемая энергия и талант – главный секрет профессиональных достижений руководителя образцового ансамбля танца «Миловица» у Варовичского центра детского творчества Людмилы Кабаевой. Так, например, только за последние годы воспитанники ансамбля заявили о себе громкими победами не только на республиканских, но и международных конкурсах. Людмила Кабаева – уроженка агрогородка Уваровичи Будокошелевского района. С самого детства увлекалась творчеством, посещала разнообразные кружки по интересам, но больше всего ей нравились танцы. Ими она стала заниматься с шести лет, а затем навсегда связала свою жизнь с хореографическим искусством. Мне очень нравилось танцевать. И когда пришло время выбрать свою профессию, я ни в коем случае не сомневалась и решила продолжить заниматься своим любимым делом. И так я поступила в колледж искусств имени Нестера Федоровича Соколовского в городе Гомеле. Затем продолжила свое образование, поступила в Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности хореография. Ну и сейчас вот я работаю в этом замечательном центре детского творчества, работаю педагогом дополнительного образования, имею уже высшую квалификационную категорию. Известный Петр Свердлов, который сейчас очень хорошо известен в Беларуси, в Гомеле, он уроженец Уварович. Вы учились у него, либо, может быть, какие-то уроки брали? Он частый гость у нас в центре детского творчества. Он любит наш коллектив. Мы благодарны ему за то, что он всегда уделяет время приехать, дать совет, оказать нам помощь в каких-то постановках, сделать какие-то, показать мастер-классы. Мы ему об этом очень благодарны, надеемся на его дальнейшую поддержку. Говорят, что учитель радуется победам учеников больше, чем своим. Заслуженный работник культуры Республики Беларусь Петр Свердлов был не единственным педагогом, который поделился секретами танцевального искусства с нашей героиней. Каждого своего учителя Людмила Кабаева всегда вспоминает тепло и с благодарностью. Первый мой учитель в Доме пионеров, как на тот момент еще, это была Жирикова Наталья Федоровна. Большое ей спасибо. Благодаря ей я поступила в колледж искусства министра Федоровича Соколовского. И там меня учил такой замечательный педагог, прянишников Валентина Владимировна. Она привила мне любовь, наверное, к танцам. Она была с детства у меня, это любовь к танцам, конечно. Но она могла у меня вложить то, чтобы я пошла дальше поступать по этой же профессии, могла идти работать педагогом дополнительного образования. И сейчас, наверное, я не хожу на работу, как на работу. Я хожу на работу заниматься своим любимым делом для удовольствия. Я не могу понять, конечно, людей, которые ходят на работу работать. Для меня это очень тяжело. Это жизнь, жизнь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Образцовый ансамбль танца «Миловица» начал свою деятельность в 1994 году. Людмила Кабаева руководит им с 2005 года. За это время она смогла собрать настоящий профессиональный коллектив, который уже перерос в большую танцевальную семью. Ведь здесь есть место не только для самих артистов, но и для их родителей. У меня занимается сын. Ему сейчас на данный момент 7 лет. Ходит он довольно-таки давно, года два, наверное, уже. А то, может быть, и больше. Ему это очень нравится. Так сказать. Да и мне как-то тоже нравится, как он танцуется, хорошо получается у него. В принципе, я бы ему тоже ходил все больше. Ну, взрослая хореография была. Не пропускаем никогда занятия. В танцевальном коллективе сейчас занимается более 80 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Людмила признается, что творческая атмосфера в ансамбле всегда полна любви и радости. А это особенно важно в работе с самыми маленькими артистами. Я прихожу, у меня дети, у меня радостные дети. Я радуюсь то, что им нравится. Во-первых, они танцуют народные танцы. В наше время привить любовь к народному танцу, я думаю, это очень сложно, потому что в нашем современном мире дети больше любят эстрадные современные танцы. И то, когда я прихожу на работу и вижу горящие глаза детей, которые систематически посещают занятия и любят танцевать народные танцы, для меня, наверное, это просто счастье, когда я это вижу. Потому что, когда мы изучаем танцы разных народов, мы изучаем, во-первых, свою национальную культуру хореографическую, хореографическую культуру разных народов, вообще народное творчество в целом. Мы изучаем и костюмы, и быт, мы изучаем, знакомимся с различными хореографическими постановками. Детям это интересно, дети этого хотят. Трудолюбие, талант, постоянное движение вперед и умение работать в команде – вот основные слагаемые успеха танцевального ансамбля «Миловица». Репертуар коллектива многообразен, удивляет своим жанровым и тематическим богатством. При этом, как говорит наша героиня, ей иногда приходится и прислушиваться к советам своих юных воспитанников, например, при постановке танцев. Некоторые из ребят в ходе обучения показывают высокие результаты и профессионализм. Кроме того, на данный момент три воспитанницы Людмилы Кабаевой отучились в Гомельском колледже имени Соколовского и уже работают педагогами-хореографами. Но и это далеко не все успехи, которых добился коллектив «Миловица» за годы работы в нем Людмилы Кабаевой. Стремилась к тому, чтобы дети начали заниматься более профессионально. И результатом этой моей целенаправленной работы стало присвоение ансамблю танца «Миловица», которым в данный момент я руковожу, звание «Образцовый». И в этом году мы уже почетно подтвердили это звание. Поэтому, я думаю, мы будем работать в таком же темпе. Образцовый ансамбль танца «Миловица» – лауреат областных, республиканских и международных хореографических конкурсов. Так в 2014 году коллектив стал бронзовым чемпионом Европы. Недавно его воспитанники приехали с международного конкурса «Творчество без границ», где достойно представили нашу республику и заняли два вторых и одно третье места. Кстати, в прошлом году в этом состязании ансамбль завоевал золото. Кроме того, юные танцоры из Уваровичей – постоянные участники сожского хоровода. При этом творческую планку в «Миловице» опускать не собираются. Юбилейная дата образцовому ансамблю танца «Миловица» – 25 лет. Я думаю, мы готовим уже концерт к этому мероприятию. Мы надеемся, что все идеи, все задумки, которые мы хотим воплотить в эту программу, у нас все будет на высшем уровне. А вообще наш коллектив стремится, конечно же, к тому же образцовое звание у нас есть. Стремление должно быть всегда, правда. Мы должны к чему-то идти, какая-то цель должна быть. Поэтому цель у нас, конечно, стать заслуженным любительским коллективом. Я думаю, это мечта. Будем к ней стремиться. Для того, чтобы всегда быть на высоте, Людмила Кабаева целенаправленно занимается своим образованием, повышает педагогическое мастерство. Она постоянная участница разнообразных мастер-классов, методических выставок, научно-практических конференций. Кроме того, наша героиня сама разрабатывает и применяет на практике образовательные программы. Образовательные программы, по которым я занимаюсь в своем образцовом ансамбле танца «Миловица», я разрабатываю сама. И вот в прошлом году я разработала программу повышенного уровня, которая сейчас лежит в министерственном подтверждении, чтобы могли пользоваться все хореографы нашей республики. К чему она приведет вообще? У нас детки занимаются, это считается как кружок. Они позанимались и ушли. Правда, у них нет никакой ни корочки, ничего. Когда они смогут заниматься по программе повышенного уровня, им будет вручаться аттестат. Поэтому это, я думаю, будет большой такой труд. Для них, ну для этого нужно будет сдать, конечно, экзамен. Для того, чтобы получить этот аттестат, как в школе. Еще воспитанники «Миловицы» в этом году включились в инновационную деятельность. Она направлена на использование интерактивных методов обучения как средство формирования коммуникативных компетенций на занятиях хореографии. По мнению Людмилы Кабаевой, в ходе такой работы у ребят повышается способность открыто общаться. Не только между собой, но и, например, со своими юными коллегами из других стран. Это особенно актуально, когда коллектив принимает участие в различных международных конкурсах, где возможны, например, языковые или какие-то другие барьеры. Но и это далеко не единственный проект, в котором задействованы воспитанники «Миловицы». Вообще в хореографии очень много жанров и направлений, как я уже говорила. В основном мы работаем, занимаемся народно-сценическим танцем. Но у нас есть еще такое направление, как народно-бытовой танец. Мы сохраняем, распространяем традиции нашей региональной хореографической культуры, нашего Будды Кошелевского региона. Вот в рамках нашего инновационного проекта, как я уже говорила, у нас совместно с Народной умелицей Кивенко Ларисой Ивановной, с руководителем Народной студии «Чаровницы» и кружком, наверное, студией моделирования мы совместно с образцовым ансамблем танца «Миловица» начали работу по созданию костюма, народного костюма, присущего именно нашего Будды Кошелевскому региону. Это и пошив, это и вышивку мы стараемся разыскать, уточнить более конкретно, чтобы это была вышивка именно нашего Будды Кошелевского региона. Сейчас данная работа ведется по двум костюмам. На более старший возраст, 15-16 лет, и на более младше, 9-10 лет. Людмила Кабаева говорит, для того, чтобы стать хореографом, очень важно трудолюбие, а еще любовь и уважение к детям. Без этого никуда. К детям нужно относиться с любовью. Для того, чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить то, что преподаешь, и тех, кому преподаешь. Постоянно учиться самому, правда? Если дети будут видеть, что педагог их любит, относятся к ним с уважением, то и так же дети будут относиться. Они могут приходить на занятия, мы можем побеседовать с ними не только о хореографии, о каких-то личных вопросах. Они всегда открыты, всегда могут задать любые вопросы, даже не касающиеся хореографии. Мы с ними друзья. Кстати, танцевальным творчеством в семье Кабаевых увлекаются дочери Людмилы – Катерина и Мария. Мы занимаемся дома очень часто, отрабатываем движения. Стараемся быть лучше. Я хочу работать хореографом. В сфере культуры и образования в семье Людмилы работают еще мама и папа. Они также трудятся в Уваровичском центре детского творчества. И, как говорит мать нашей героини, ее дочь еще в детстве отличалась усердием и трудолюбием. Про нее говорили здесь очень много хороших слов. И видно по ее трудолюбию, какая она у нас хорошая, добрая. Танцами она занимается с шести лет. И по сегодняшний день это, я считаю, ее любимое занятие. Но такая она творческая. И у нее очень много доброты. Несомненно, достижение образцового ансамбля танца «Миловица» – это еще и заслуга всего коллектива Уваровичского центра детского творчества. Благодаря совместным усилиям руководства этого учреждения и родителей, чьи дети здесь занимаются, в центре была оборудована студия хореографии. Это, в свою очередь, позволило вести обучение танцевальному искусству на более высоком уровне. Создать условия для наших детей. И, наверное, это был первый шаг на пути к получению такого высокого звания – образцовый ансамбль танца «Миловица». Мы смогли приобрести аппаратуру, пошить первые костюмы, такие красивые, которые могли наши дети одевать на ответственные выступления. В 2015 году мы также, нам посчастливилось поучаствовать в таком конкурсе. Мы разработали проект, местную инициативу и приняли участие в проекте «Еоспрон» – содействие развития на местном уровне. Наша инициатива одна в нашем районе получила эту поддержку, и мы смогли оборудовать Центр молодежных инициатив. Это многофункциональная площадка, которую мы используем для различных целей. Одна из этих целей – это, конечно же, помощь нашему ансамблю танца «Миловица». Кроме этого, там работает районный совет старшеклассников, проводятся разные интересные мероприятия. Семинары. Коллеги Людмилу Кабаеву характеризуют не только как профессионала в своей работе, но и как отзывчивого человека, готового поддержать в любой ситуации. Людмила Александровна очень творческий, увлеченный своим делом педагог. На ее занятиях ребята всегда чувствуют себя комфортно, одной большой, дружной семьей. Она все делает для сплачивания коллектива, часто проводит совместные занятия разновозрастных групп, что, конечно же, сплачивает детей, помогает им выступать в роли наставников – старшим над младшими. Она владеет и теорией, и методикой преподавания. На ее занятиях четко прослеживается структура, прослеживается применение различных форм и методов работы, использование современных образовательных технологий. Ребятам всегда увлекательно и интересно на ее занятиях. Раз, раз, движим! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два! Мальчики, вот что я могу вам сказать? Вы не можете просто красиво выйти вперед. Готовы? И поклон. Покажите, пожалуйста, как вы делаете красивый поклон. Людмила Кабаева считает себя счастливым человеком. И для этого, как она говорит, у нее есть все – любимые и близкие люди и родной коллектив. Линия должна быть где-нибудь? И раз! Раз, два! Ну, ребята, молодцы! Хорошо поработали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова